Новенького нет! И началась история Петербурга. Появление Санкт-Петербурга в самом начале 18 века ознаменовало новую эпоху в развитии России. Для того, чтобы отвоевать земли, на которых стоит город, Петру Первому, тогда еще царю, а не императору, пришлось провести ряд военных реформ. При нем с нуля был построен российский флот и реорганизована армия. Уже через 9 лет после своего основания Санкт-Петербург стал столицей российского государства. Это объяснялось как рядом личных предпочтений его основателя Петра Первого, не любившего Москву, так и его ориентации на европейский образ жизни и желанием ускорить развитие города, который на тот момент был единственным удобным портом, позволявшим торговать с Европой. До появления Петербурга торговля велась через Архангельск, который из-за холодного климата и удаленности от основных торговых путей не вполне соответствовал масштабу задач императора. Ниже по течению фонтанки, на пересечении с главным проспектом города Невске, находится Амичков Мурс, один из самых известных петербургских масок. Его украшают четыре скульптурные группы – укротители коней, изображающие четыре стадии укращения коня-человека. Они созданы архитектором Петром Карловичем Фор и являются одной из лучших работ. История этого моста началась практически с основания Петербурга. Тогда первый деревянный мост, расположенный на этом месте, был границей горки. Он получил свое название по имени подполковника Амичкова, который командовал батальоном «Строекшентльправы». Деревянный мост был со шлагбаумом, и у проезжающих проверяли документы. Взымали пошлину завоз товара, следили, чтобы ночью в город из леса не набегали воду. Рядом с Амичковым мостом стоит Амичков дворец. С реки мы видим только часть построек – светлое двухэтажное здание столового. Сам дворец располагается в глубине земли. Дворец сооружался повелением литератрицы Елизаветы Петровны, для ее фаворита графа Разумовского. После его смерти дворец был выкуплен в праздник. Вступившая на престол Екатерина II подарила дворец своему фавориту принятие Петербурга. А Амичков дворец очень любил Николай I, он часто и по толку дожил. Здесь устраивались пышные приборные баллы. В этом же дворце царская семья жила, пока восстанавливался зимний дворец, после пожара. В дальнейшем здесь жили наследники престола, вплоть до Николая II. Сейчас это место известно всему городу, как дворец творчества зимний. Петербург задумывался в том числе и как торговый город, поэтому здесь много внимания уделяли обустройству рек, служивших главными торговыми путями. Основу торгового центра в первое столетие после появления города составили две торговые улицы Магистра, Невский проспект и улица Садовая, тянущиеся параллельно фонтанке за домами по правую руку. Между рекой и Садовой улицей была огромная торговая зона с несколькими большими рынками. Тогда же фонтанка изменила свой внешний облик, русло реки было спрямлено, набережные заключили в грани, были оборудованы удобные спуски к реке. Многие изобретения инженеров города были рассчитаны на то, чтобы обеспечить удобную транспортировку товаров. Издалека видны очертания весьма необычного моста с четырьмя границами башни по цепи. Это мост Ломоносова, бывший Чернышев мостом. Генерал-аншеф Чернышев был героем знаменитой Полтавской битвы и имел усадьбу неподалеку. Появление этого моста относится к концу 18 века, когда в связи с сооружением набережных фонтанки через реку было перекинуто семь однотипных мостов. Только два из них сохранили свой первозданный вид – мост Ломоносова и Старокалинкин мост, который находится значительно ниже по течению фонтана. В 18 веке фонтанка была основной судоходной рекой города, поэтому ее мосты были разводными. Башни Ломоносовского моста предназначались для подъемных механизмов, которые поднимали и раскрывали крылья среднего пролета во время прохождения судов. На набережной перед мостом Ломоносова есть спуск к воде. Слева над ним расположилось огромное пятиэтажное здание с большим количеством украшений на фасаде. Перед нами доходный дом Елисея – одной из наиболее влиятельных птических семей XIX века. Этой богатейшей фамилией принадлежало около двух десятков доходных домов в Петербурге, конный завод, виноградники в Крыму и многочисленные продовольственные магазины. Один из красивейших гастрономов – знаменитый магазин Елисеевский. На Невском проспекте существует до сих пор специально выстроенном для него здании. Восхищение вызывает то, что родоначальник фамилии Петр Елисеев изначально был крепостным графа Шеребетил. Мост перед нами ведет к богато декорированному зданию с зеленым фасадом справа. Это бывший дом графа Апраксина, в котором сейчас находится большой драматический театр имени Пустанова. Театр был организован в начале XX века при непосредственном участии писателя Максима Горького и поэта Александра Блока. В середине XX века главным режиссером стал Георгий Александрович Пустанов. Именно благодаря его огромному таланту театр стал одним из лучших драматических театр в стране. Далее по левой стороне фонтанки находятся два одинаковых здания, облицованные светлой плиткой с вставками из красного кирпича. Они расположены симметрично относительно улицы, которая их разделяет, и поэтому называются «кома-лизнецы». Двухэтажное желтое здание с колоннами и длинным балконом слева от вас – это здание казарм Липгвардии Московского полка, построенное в конце XVII века. Отсюда, по призыву офицеров, в день восстания декабристов полк отправился на Семеновскую площадь и пришел туда первый. Всего 30 офицеров декабристов вывели на площадь около 3000 солдат. Название следующего Семеновского моста связано с расположенными поблизости казармами Липгвардии Семеновского полка. Первое упоминание о деревянной переправе относится к началу XVIII века. Впоследствии ее заменили каменным мостом. Новый Семеновский мост стал еще одной переправой через фонтанку, сооруженной по типовому проекту. Каменные боковые пролеты и деревянный расходной центральный камень. Пошли с разводными реализами – галку. В середине XIX века из-за ветхости Семеновский мост был реконструирован. После многочисленных дворцово-парковых ансамблей глаз привлекает неожиданный индустриальный пейзаж. Над набережной возвышаются четыре трубы ТЭЦ-1, выполненные в характерном стиле савоспольной архитектуры конца XIX века. Это здание имеет долгую историю. Оно было введено в эксплуатацию как электростанция Бельгийского общества электрического освещения. После открытия там была запущена первая в Петербурге паровая машина. Одну из старейших электростанций города называют «спящей сломкой». Кажется, что гигантское животное дремлет на спине, а четыре трубы – это обращенные вверх сломой ноги. Справа нам открывается вид на три трехэтажных дома разных цветов с треугольными фронтами, очень похожие в архитектуре. Их называют «три сестры». Дома были построены для дочерей первого директора императорской певческой капеллы у Даранского. Здесь собирались самые яркие представители художественной интеллигенции – Крылов, Грибоедов, Батюшков, Кнедич, Кипренский. Здесь же в первые годы после окончания лицея часто бывал Александр Пушкин. Здесь он познакомился с Анной Петровной Керм, в которую был влюблен и который посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». На левом берегу фонтанки видно большое желтое здание столовой. Это бывшая Кабуковская больница. Одна из первых больниц в России, открытая в конце 18-го года. Здесь был и «Дом презрения» для «Малешона», первое в России учреждение подобного рода. Первоначально «Дом презрения» был вытешен в традиционном для Петербурга желтый цвет. Именно благодаря ему заведение получило народное название «Желтый Дом». По легенде, поэт Александр Пушкин, часто навещая в этой больнице одного офицера, вышавшегося на игре в капель, затынул свою петлю. Неподалеку от Абоковской больницы, через фонтанку, перекинул Абоковский дно. Здесь река переселяется с московским раскрытием. Раскрытие проходило впуск на Москву и Царское село, ныне город. На этой дороге даже верстовые столбики, сделанные из мрамора и камеры. Справа, за Абоковским мостом, находится комплекс зданий университета путей сообщения. Это одно из первых лучших технических учебных заведений России. Институт был создан в начале 19 века. Основной его задачей ставилась подготовка инженеров для производства всех работ в империи. Учебное заведение считалось очень престижным. Протяженное двухэтажное здание справа, с аркой входом посередине, отделяет от фонтанки дворец Юсуповых. Семья Юсуповых – старинный, богатый русский княжеский род. Сначала здесь был деревянный дворец, потом каменный, порочный и, наконец, его перестроили в классическом стиле маэту архитектора Джатама Варина. Владельцы продали дворец в казну, откуда он был выкуплен институтом инженеров путей сообщения. Вокром дворца сохранился пейзажный Юсуповский сад с прудом и крошечными островами для прогулок. Он открыт. Это популярное место среди горожан. За Измаиловским садом расположена бывшая усадьба Гаврила Романовича Державина. Желтое здание в форме буквы «П» с внутренним двором с адрой. Усадьба построена архитектором и богом, другом выдающегося русского поэта эпохи Просвящения. С начала 90-х годов 18-го века, вдоль до смерти Державина, дом поэта был ранен из культурных ценностей Петербурга, сосредоточен в культурной жизни Сталина. Здесь собиралась кружеская политическая и политическая элита Сталина. Там набывали Теспаровка, Строганов, Фанвизин, Оленин, Рамзин, Крылов, Жуковский, Левицкий и другие. В большом двухсветном зале дома устраивались заседания знаменитого литературного общества «Беседа любителей русского слова». Здесь они читали вслух свои произведения и обсуждали вопросы русской словесности. В центральном корпусе усадьбы в 300-летию Петербурга был открыт музей Гаврилы Романовича Державина и русской словесности его. Развитие Петербурга с момента его основания активно контролировалось императором Петром I. Он сам утверждал централизованные планы застройки города. Часто по его просьбе переносились уже построенные дома. Вид целых набережных или основных улиц регламентировался его указанным. Слева от нас располагается большой квартал параллельных друг другу красноармейских улиц. Это бывшая слобода Измайловского полу. Раньше красноармейские улицы именовались «Рот». Регламентировалась не только место расположения полковых слобод, но и ширина улиц. Так, ширина полковых главных улиц должна была быть больше, чем у ротов полковых. Каждая рота размещалась в отдельной офисе. На протяжении всего 18 века адреса домов в полковых слободах так и указываются. Измайловского полку в 9-й роте. После революции роты переименовались в 1-ю, 2-ю, 3-ю красноармейские улицы и так далее. Следующий за Измайловским мост через фонтанку также называется Красноармейским. Построен этот пешеходный мост был в середине 20-х века в связи с необходимостью переброски через фонтанку теплафикационных труб. Справа за Красноармейским мостом поворот в Крюков канал, который соединяет фонтанку, канал Грибоедова и реку Мой. За этим каналом фонтанка вступает в ту часть города, которая была окраиной Петербурга и называлась Коломна. Берега фонтанки здесь разительно отличаются от облика ее берегов в центре города. Обитателями Коломны были люди небогатые и жизнь здесь была совершенно не похожа на жизнь блистательного центра столицы. Петр Первый лично вникал во многие тонкости, например, в пожарную безопасность и предлагал инновационные для России того времени решения. Многие идеи император позаимствовал из голландского опыта. В юности он обучался в Голландии кораблестроим, был очарован столицей Нидерландов и наверевался построить на русских землях второй Амстердам. Внешний вид домов, интерьеры, форма крыш делались по голландскому образцу. Оттуда же для работы выписывались многие специалисты. Только что мы вошли в Крюков канал. В начале 18 века он в транспортных целях был прорыв от реки Невы до реки Морики. Затем участок от Невы до Атмералтейского канала был засыпан и в настоящее время Крюков канал растирается от площади Труга до реки Фонтан. Канал получил свое современное название в честь подрядчика Семена Крюкова, причастного к его строительству. Длина канала составляет 1015 метров. Слева до самого моста тянутся три двухэтажных дома желтого цвета. Нас интересует тот, что находится с целью. Здесь у родственников во время визитов в Петербург останавливался знаменитый русский полководец Александр Васильевич Васильевич. В этом же доме он плывет 6 мая 1800 года. Сейчас мы приближаемся к одному из самых романтичных мест в Санкт-Петербурге. К пересечению Крюкова канала и канала Грибоедова. Его называют Синим мостом. Архитектурные особенности перекрестка позволяют увидеть с него 7 мостов одновременно. Мост перед нами по стороне поездка. Как только мы выйдем из Танево, слева будет пекаловый мост. Вот оттуда и нужно производить пощадку. Пересчитывая мосты, нужно находится загадать желание. От 7 мостя вдоль по Крюкову канала уже видна голубая колокольня и золоченые купола Никольского морского собора. Собор одновременно вмещает около 5000 человек. Исторически он разделен на две части, нижнюю и верхнюю церковь. Нижняя Никольская церковь освящена во имя святого Николая Чудотворца, который традиционно считается покровителем плавающих и путешествующих. Верхняя церковь во имя погребления Господня. При освящении собор был назван морским. В нем отмечались победы российского флота. Богато украшенный черный дом по правому борту – это доходный дом шоколадного короля веки, построенный в начале 20 века архитектором Сергеем Осиповичем Овсяником. Дом построен в стиле неоренессанс и богато декорирован орнаментами и рельефами. Его украшают вторые по величине Петербурги-Атланты. Самые большие расположены у здания нового Эрмитарда. Твор этого дома, а также полюстрада и набережная перед ним часто используются как декорации для кинофильма. Раньше Крюков канал соединял не только фонарку с Монтрией, но и его с Монтрией, то есть был в два раза длиннее. Однако при строительстве моста лейтенанта Шмидта через него часть канала, выходившего к главной реке Санкт-Петербурга, заключили в кирпичную трубу и закрыли. Про подземную часть канала вскоре забыли, и он стал местом сбора преступников и бездомных. Про темную жизнь в туннеле ходили страшные слухи. Именно об этом месте был снят популярный в 90-е годы прошлого века сериал «Петербургские тайны», по сюжету которого в подземелье Крюкова канала ограбили и убили одного из героев. Только после того, как под туннелем просела мостовая и на месте площади труда, с которой была построена над ней, образовалась огромная дыра, большая часть подземного канала была засыпана. Мы проходим рядом со зданием знаменитого Мариинского театра. Его нужно узнать по белым наличникам на окнах, белым же элементам декора и светло-зеленому цвету стену. Он входит в число императорских театров России. На месте нынешнего Мариинского театра располагался театр цвета. Цирк из Гаррика. На его месте архитектором Альберто Аркавус был построен новый театр. Он-то и получил имя Мариинского в честь царствующей императрицы Марии Александровой, супруги царя Александра. Собственно, Мариинский театр в его нынешней форме открылся в середине XIX века оперой Михаила Глинки «Жизнь за царем». Мариинка является пионером среди мировых театров по использованию технологий. Так, в самом конце XX века была организована первая в истории интернет-трансляция оперного спектакля. А десятилетия спустя состоялся первый в мире телепоказ балета в формате 3D. Так что следите за новостями. Театр приготовил для вас еще много интересного помимо основания. Через несколько минут мы выйдем в реку Мойку. На пересечении Мойки и Крюкового канала находится остров Новая Голландия. Постройки острова из красного кирпича сейчас еле различимы впереди за высокими деревьями. Но когда мы подойдем ближе, вы сможете хорошо рассмотреть огромные окна арки Новой Голландии. Одним из основных назначений комплекса строений, расположенного на острове, была сушка леса для строительства кораблей. Лес в складах хранили по новой для того времени голландские технологии. Сушили не горизонтально, как делали ранее, а ставили бревна вертикально. Отсюда и произошло название острова – Новая Голландия. Проект Новой Голландии был разработан архитектором Саввы Чевакинским и доработан инженером Иоганном Герардом. Фасадами занимался другой архитектор – Жан-Батист Вален Деламот. Каменные галереи служили для сушки дерева, а высокие окна арки позволяли разгружать селье как с суши, так и с воды. Внутренний двор использовался для обтесывания деревьев, загрузки барш и постройки небольших судов. Там был организован пруд, который соединялся небольшими каналами с мойкой и крюковым каналом. Наравне с традиционными для города улицами и проспектами Петербург прорезают реки и каналы, которые сейчас используются в основном для туристических прогулок. А пару веков назад были настоящими транспортными магистралями, по которым переправляли людей и товары, ездили по делам и в гости, а в выходные обязательно выезжали на водные прогулки. Берега рек укрепляли деревом, а позже гранитными плитами. Во многих местах сооружали новые каналы и небольшие гавани для частных лодок. Этого требовало не только желание Петра I превратить Санкт-Петербург в Амстердам, город, где водные пути считались основными, но и необходимость осушения заболоченных земель. Каналы отводили лишнюю воду и частично спасали от разрушительных наводнений, которым долгое время был подвержен город. В 21 веке многие здания Новой Голландии были отреставрированы, а внутреннее пространство острова обновлено. Сейчас внутри разбит парк. Здесь проходят выставки и культурные мероприятия, открыты кафе. В первые годы существования Петербурга здесь особенно не хватало рабочих. Первоначально в строительстве были задействованы солдаты армейских полков и обитатели Шлиссельбурга, крепости, расположенной на берегу Невы у Ладожского озера. Главной рабочей силой стали партии крестьян из ближних и дальних уездов, одной из повинностей которых было городовое дело. От каждого уезда выставлялось определенное количество работников с нужным инструментом для заготовки материалов и постройки домов в городе. Такая повинность могла быть выплачена и деньгами. В Петербург присылали рабочих не только из ближних, но и практически из всех уездов страны. Ежегодно во время летнего сезона их число достигало 40 тысяч. Строители работали под 12-15 часов в день, а вперед белых ночей и круглые сутки. Если смотреть вперед вдоль мойки, открывается прекрасный вид на Исаакиевский собор. Предмет личного внимания императоров от Петра I до Александра II собор перестраивался четыре раза. В самой первой Исаакиевской церкви состоялось венчание Петра I и Екатерины Алексеевны. Здание, которое мы видим сейчас, строилось 40 лет. Впереди, справа по борту, находится дворец князей Юсупов. Это здание желтого цвета с колоннами. Всего Юсуповым принадлежало более 50 дворцов только в России, не считая заграничных резидентов. Но этот дворец, благодаря своему столичному местоположению, считался главным. Он известен тем, что в его стенах был убит Григорий Распутин, крестьянин села Покровское, Тобольской губернии, якобы имевший власть над семьей последнего императора Российской империи Николая II. Говорят, что Распутина отравили, потом в него стреляли и в конце концов утопили. По левую руку находится почтовый квартал. Несложно догадаться, что здесь, недалеко от места службы, селились работники почты. С именем почты связано название многих объектов кварталов. Почтамская улица. Почтамский переулок. Через мой поезд здесь перекинут ажурный пешеходный Почтамский мост. Цепная переграва была построена еще в первой половине XIX века. Прямо перед нами, по левому берегу, там, где мойка делает изгиб, находится дом культуры работника связи. Архитектура здания необычна, и этому есть простое объяснение. Давайте мысленно пристроим к нему башню со шпилем в кетическом стиле и прорубим парадный вход с торца. Перед нами бывшее здание немецко-реформаторской церкви, построенное в середине XIX века. В облике церкви, сложенной из красного кирпича и увенчанной высокой двухъярусной башней со шпилем, сочетались черты романского стиля и балтинской гостики. Торжественно суровым был церковный зал с мощными сводами и большими окнами витража. Крам эффектно замотал угол морской улицы и набережные рамки. В XX веке здание реформаторской церкви было полностью перестроено и стало таким, как мы видим его теперь. Из-за того, что Санкт-Петербург располагается на болотистой местности, здесь всегда была острая нехватка стройматериалов. Достать обычный песок было непросто, но особенно стройка на Неве нуждалась в камне. В 1714 году был введен особый налог, действовавший более полувека. С каждого въезжающего в город по земле взымали по три камня общим весом 2 килограмма. С каждого приплывающего по воде больше три камня весом от 4 до 12 килограмм. В XVIII веке через мойку были перекинуты несколько цветных мостов синий, зеленый, красный и желтый. Такие яркие цвета были несколько непривычны для Петербурга, в котором строгость и сдержанность окраски зданий оговаривалась в императорских указах. Но поскольку все эти мосты были очень похожи друг на друга и располагались в тесном соседстве, их путали даже сами петербургцы. Поэтому их и пришлось выкресить в разные цвета. Впереди виднеется синий мост. Но перед тем, как мы в сторону под него, обратите внимание на гранитную стелу, увечивая в результ, которая находится слева. Это водоперный столб Худштаба, на котором отмечены уровни самых больших петербургских наводней. В наше время ожидать таких подъемов воды уже не приходится, так как дамба, построенная в Финском завеле, защищает горы от пустости химии. Но вернемся к синий мост. Это самый широкий мост в Петербурге, шириной почти 100 метров. Многие из прохожих этого даже не замечают, просто потому, что не замечают самого моста. Он построен так, что фактически является частью Исаакиевской площади. И именно с него удобнее всего любоваться Исаакиевским собором и памятником императору Николаю I. Впереди Красный мост. Он примечателен тем, что сохранил свой первоначальный окна. Именно такими были мосты через реку в XIX веке. Он, конечно же, был реконструирован. Из чугунного стал стальным, но его внешний вид был полностью сихонен. Мост находился на Гороховой улице, которая является одним из лучей, отходящих от Адмиралтейства, и первоначально имела название «Средние перспективы». Невский проспект назывался «Большой перспектива». Вознесенский проспект – «Малый». Нынешнее название улица получила в середине XVIII века, когда купец Горрах построил на ней каменный дом и открыл лавку. В народе неизвестную фамилию переначали в Гороху. Так улица получила свое название, и никакого Гороха на ней не растет. С реки хорошо видно светло-зеленый шпиль торгового дома Эсдерс и Схеи-Фальс, выходящего окнами на набережную реки Мойки, рядом с Красным мостом. Сложные иностранные фамилии – имена предпринимателей и партнеров, повладевших этим домом. Здесь продавали готовую мужскую и женскую одежду. Вы можете увидеть названия отделов, выписанные золотом на французском и русском языках на стенах зданий. Магазин был первым многоэтажным магазином в России, известным под именем «У Красного моста». Кроме него, тут были швейные мастерские, а в 20 веке открыта целая швейная фабрика. Петербургские жители говорили, что купол торгового дома, построенного вблизи Адмиралтейства, оттягивает взгляды на себя и таким образом разрушает спокойный пейзаж набережной Мойки. Кстати, в советские годы столь узнаваемый купол был демонтирован и восстановлен по фотографиям уже в 21 веке. Справа, вдоль Мойки, тянется высокая ограда с входом аркой посередине. За ней находится педагогический университет имени Герцог. Это бывший дворец Кирилла Разумовского, фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Владелец устраивал там роскошные баллы и маскарады. Тот же, по указу Павла Первого, дом был передан воспитательным домом. Там жили сироты-подкидыши и инвалиды. Символом приюта был пеликан. Его изображение можно увидеть в верхней части арки на входе. Справа у моста мы видим роскошный дворец розового цвета. Он принадлежал богатой и знатной семье Строгану. Они были близки императорской фамилии и поэтому их дом строил придворный архитектор Франческо Бартоломео Растрелли. Это единственный сохранившийся частный дом его авторства. Растрелли оформил два главных фасада дворца по Мойке и Невскому проспекту в итальянском стиле. Обратите внимание на колонны и медальоны под окнами второго этажа. Внутри, несмотря на перестройки и пожар, сохранился роскошный байный зал авторства Растрелли. Сразу за зеленым мостом слева вы видите дом купца Катомик желтого цвета. В первой половине девятнадцатого века здесь помещалась кондитерская Вольфа и Беранжа. Они в газетчике писали как о храме лакомства и мотовства, а о сладостях как о произведениях искусства, созданных из сахара, шоколада и без. В этой кондитерской живший неподалеку Александр Кушкин встретился со своим секундантом перед дуэлью с Дантесом. Поединок окончился смертельным ранением русского поэта. В первые тридцать лет существования города берега этой части мойки уже были заселены. Большинство домов были построены из дерева и располагались близко друг к другу при многоуровневой хаотичной застройке. В тридцатых годах восемнадцатого века здесь произошли два сильных пожара. Они уничтожили большую часть построек района. Погорельцев расселили, а власти сразу же разработали генеральный план города. Петербург поделили на районы части для удобства пожарной охраны. Улицы получили официальные названия. Все центральные районы можно было застраивать только каменными зданиями. Начали проводиться противопожарные мероприятия, плановые проверки оборудования, например, печей. Длинный желтый дом с колоннами, который тянется до самого моста, можно сразу и не узнать с этого ракурса. Перед нами здание главного штаба, то самое, которое выходит фасадом на дворцовую площадь. Главный штаб был центральным органом военного управления, да и сейчас здесь располагается командование западного военного округа. Вместе с военными тут также размещалось министерство иностранных дел и министерство финансов. Архитектор главного штаба Карл Росси. Сооружение считается уникальным, было очень сложно объединить разрозненные дома по берегу мойки и на дворцовой площади в единый комплекс. От некоторых домов оставляли только каркасы, а внешний корпус строили заново. Фасад главного штаба имеет форму дуги протяженностью более полукилометра. Это одно из самых длинных сооружений в Европе. Здесь через мойку перекинут певческий мост, который ведет от дворцовой площади к певческой капелле. Изначально мост именовался Желтый. Говорят, император Николай I лично выбрал место для певческого моста. Это случилось так. В одном из домов по набережной реки Мойки жил граф Юрий Александрович Головкин, приходившийся родственником императорской семьи. Однажды император пригласил графа в Зимний дворец на обид. Головкин так спешил, что, садясь в лодку, оступился и упал в воду. Император для предотвращения подобных случаев предложил выстроить здесь мост. От моста немного виден кусок Творцовой площади с Александровской колонной. Вы сможете увидеть колонну, взглянув налево и немного назад, когда мы выйдем из-под моста. Там же от моста виден угол здания главного штаба, выходящий на мойку. Его оставили острым, чтобы не нарушать плавность линий здания со стороны площади. В народе этот угол быстро получил прозвище утюг. Первыми мойку заселяли адмиралтейские служащие и военные. Они жили в деревянных домах, расположенных вдоль реки так плотно, что первый же пожар еще в петровские времена уничтожил все строения. Дарственные на строительство жителям окрестностей Мойки выдавались с условием обязательной отделки канала дерева. Петр Первый неустанно заботился о своем детище и даже издал указ об уборке набережных. Тех, кто сливал в реку нечистоты, штрафовали, били кнутом, а в некоторых случаях даже отправляли на каторгу. Чтобы для Санкт-Петербурга хватило материалов, каменное строительство было запрещено по всей России. Поэтому многие каменщики перебрались из других регионов сюда. Для них Петербург долгие годы был единственным местом работы. В первые годы строительства Санкт-Петербурга Петр Первый хотел создать вокруг столицы кольцо загородных домов и дворцов. Берега рек, притоков Невы стали загородной местностью. В настоящее время сохранившиеся господские дома этих усадеб находятся в самом центре разросшегося города, а парки были застроены домами в более поздние периоды. До Петра Первого многие усадьбы возводили следующим образом. На улицу выходил сад или огород, а дом находился в центре усадьбы, окруженный хозяйственными постройками. Петр Первый же настаивал на том, чтобы все дома выходили фасадом на улицу, канал или реку. Такой характер застройки, скрывавший водовые неприглядности, придавал городу аккуратный и нарядный вид. Это во многом определило комплексом Петербурга, где вдоль улиц, как правило, видны фасады домов, а парки, горики и более мелкие постройки скрыты за ними. С момента своего основания Петербург был известен наводнением. Их вызывают циклоны и паводки. Играла роль их архитектура набежных, так как они были ниже, чем сейчас. Достаточно было, чтобы вода поднялась всего на полтора метра и центральная часть города уже была задорена. Правда, в нашей мире эта проблема решена. Попол города построен комплекс защитных сооружений, поэтому неожиданные подъемы воды в Неве жителям уже не угрожают. История рассказывает, что еще до появления Петербурга одно из наводнений полностью скрыло нынешнюю территорию города под водой. А первое наводнение в городе произошло уже спустя три месяца после его основания. Символично, но за более чем трехсотлетнюю историю в Петербурге произошло свыше трехсот наводнений. Пока что самое разрушительное было в 1824 году. Под водой выше двух человеческих ростов оказался практически весь тогдашний год. Мы входим в Зимнюю канавку. Небольшой канал, соединяющий Мойку и Неву. Обратите внимание на арку галереи над водой. Мы сейчас подойдем к ней поближе. Арка соединяет здание Старого Эрмитажа слева и Эрмитажного театра справа. Старый Эрмитаж был построен специально для большой коллекции произведений искусства Екатерины Второй, а в Эрмитажном театре проводились придворные театральные спектакли и маскарады. Сейчас оба они принадлежат музею государственной Эрмитажа. Когда галерея была построена, завистники пытались отмевитать архитектора в глазах заказчицы императрицы Екатерины Второй и пустили стук, что арка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала устроить галереи грандиозный пир с множеством приглашений. Само разумеется, что архомост проект, который был часто продуман и рассчитан, но выкаживало празднество, после чего вопросы о ее точности уже не отсутствовали. Как бывает архой, смените налево, на небольшую лестницу, спускающуюся в лед. В леденде на третьей ступеньке этого лестницы сидит незрение в Петербурге. Ну, привет! Сняв шляпу и заходите к нему, когда бываете в центре города. Мост за аркой галереи на выходе к ниве знаменит благодаря опере Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», в третьем действии которой Лиза бросается с фернитажного мостика прямо перед вами в воду Зимней Канады. Отсюда происходит второе популярное название этого моста. Мостик Ильича Сейчас мы выходим на подлое Невы главной реки Санкт-Петербурга. Именно вокруг этого места и начинал развиваться наш город. Разведенные мосты на Глубой давно стали символом Петербурга. Слева от нас находятся морцовые и бежевые мосты, соединяющие Васильевский остров с центральной частью города и Петроградской стороной. Справа же расположен Троицкий мост, прямо по которому проходит Пуховский меридиан. До начала XX века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгод на картох Российской империи. Санкт-Петербурга. Из-за того, что Санкт-Петербург был торговым портом, здесь ожило много русских и иностранных портов. Они умерли с детьми освоенности положения города на спорте. Так, например, из-за частых инвалидений они приписывали внезапным объемом воды при существующей потере неведимых товаров. В Петербурге говорили, что если год прошел без пожаров или наводнений, то точно кто-то из купцов должен обанкротиться. Правда, это происходило нечасто. Наводнения повторялись почти каждый год. В конце 16 века территория Петербурга принадлежала Швеции. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Отвоевав эти земли, царь Петр Первый понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах его. Для этого прежде всего нужна была крепость. Петр Первый сам выбирал для нее место, исследуя топ Великого. Крепость была построена на Заячьем острове, в гости и Неву. Сегодня над ней возвышается швей, Петропавловского собора. Цитадель была заложена 27 мая 1703 года. Сейчас этот день отмечается в Петербурге как День города. Проект крепости был подготовлен инженером Мангером для участия Петра Великого. Она построена в форме шестиконичной звезды, каждый угол которой завершает укрепление Бастилон. Бастилон. названы именами сподвижников Петра Первого, которые наблюдали за их постройкой. Нарышкин, Меньшиков, есть и Расудаев Бастилон. Бастилон. По правому от нас от земли на царь до Троицкого моста и дальше за ним тянется дворцовая набережная. По задумке архитектора Юрия Фельтона она объединяет разрозненные здания в парадной части Невы в единый концерт. А в бытовом плане каменная набережная укрепляет берег. Изначально посыпание берега предотвращали с помощью деревянных свай. От соприкосновения с водой дерево быстро приходило в негодность, тогда как гранит считался одним из самых прочных и обновременно благородных материалов. Камень для строительства специально привозились в мляне. Вслед за ним в гранит постепенно надели и все остальные реки Петербурга. Убедиться в прочности этого материала вы можете сами, ведь набережные перед нами больше 150 лет. Гранитные набережные это фактически визитная карточка Петербурга. Второй камень, встречающийся здесь не менее часто, правный. Сейчас мы проходим мимо уникального по своему оформлению марафанного дворца. Это трехэтажное здание справа. Нижний этаж отличается по цвету. Он отделан мрамором красного цвета, а второй и третий этажи украшают декоративные колонны из розового мрамора, которые ритмично очередуются с оконными проемами. Дворец был заказан императрицей Екатериной Великой для своего фаворита графа Орлова. Говорят, эскиз дома рисовала сама государь. Это первое здание в Петербурге, облицованное природным камнем. В отделке использовано 32 сорта мрамора, привезенные не только из родных мест России, но и из Италии. Внутреннее помещение также отделано этим камнем, а в фундамент замурован мраморный сундук с монетом. Сейчас мраморный дворец один из филиалов Русского музея, где выставляется богатейшая коллекция русского искусства. Санкт-Петербург был построен на месте разрозненных деревень, располагавшихся на берегах Невы. Поэтому практически все жители на Бровом городе были приезжими. Основой первого поколения петербуржцев были служилые люди. Так называли военные и гражданские чины, состоявшие на службе государя. Их по приказу Петра Первого переселяли в строящийся город и из-за своего зависимого положения отказываться они не могли. Таким образом, в первые годы военные составляли около трети жителей. строителей города и особенно мастеровых слесарей каменщиков плотников переселяли в Петербург как тогда говорили на вечное житье с женами и детьми. Отсюда их уже никуда не отпускали. Многие прожив здесь несколько десятков лет сами не хотели сниматься с места. многочисленными были и приезжие работавшие в Петербурге с медами. Отдельно довольно многочисленную категорию рабочих составляли каторжане которых надо сказать совсем не жалели и завозили партиями каждый год. Санкт-Петербург развивался по принципам типового строительства которое еще поддерживал его основатель Петр Первым. Он полагал что по типовым проектам очень быстро можно отстроить полагал. Рекомендация и типизация жизни и дебилга в полагающий сентр. Например мы не один но не будем построить так как хотел хозяин. Существовал план регулярной застройки типовые жилища и за соответствием четким инструкциям внимательно следим. Справа виден летний сад столише сад сад находится на острове расположенном между Небой Анталкой Мойкой и Лебяжьей Анталкой. Его закладкой в начале 18 века руководил сам император Петр Первый. Летний сад был устроен в регулярном стиле. Этот стиль в Европе был очень популярен в особенности во Франции. Неудивительно что и летний сад проектировал французский архитектор Жан-Батист Лебнов. Особенностью таких парков были геометрически выверенные формы и обязательная симметрия всех насаждений. Для украшения своего любимого птича, который первый заказал отталии, мараманные статные и бюсты. Первые фигурные стрижка деревьев, цветники, многочисленные фонтаны, кровь. Все это великолепие поражало посетителей первой парадной резиденции Петра I. Здесь устраивались знаменитые Петровские ассамблеи, принимались иностранные послы. Идея ассамблей была также заимствована русским царем у Европейцев. Так назывались общественные собрания, где предписывалось общаться, танцевать и играть в различные игры. Впервые в истории России вот такие собрания допускались женщинам. Именно с ассамблей в русской культуре началась традиция бабки. Обратите внимание на удивительно громадочный перспоретный прачечный мост, соединяющий дворцово и Путузовскую набережную. Он возводился в то время, когда проекту Юрия Матвеевича Фельдена в грани подевалась сама дворцовая набережда. Вместе с сооружением набережды через фонтанку и лебяжью канавку были перекинуты прачечные и верхнелебяжьи мосты. Так прачечный мост стал одной из двух первокаменных переправ в Санкт-Петербурге. Мост получил свое название благодаря прачечному двору, который когда-то находился на левом берегу реки напротив Летнего Санкт-Петербурга. Небольшое двухэтажное здание прямо на набережной летний дворец Петропе, построенный по проекту Доминика Брезина. Двухэтажный дворец, предназначенный только для проживания летом, состоит из 14 комнат и достаточно скромен по своей основе. Раньше дворец Петропирова был с трех сторон окружен ватлой и соединялся с сушей только со стороны Летнего Сада. Прямо около него была создана пристань Гаванец, куда можно было причаливать на мелких судах. Лодки швартовались специальным кольцем, вбитым в стены Летнего Дворца. При Петре практически все дворцы и даже крупные дворянские усадьбы возводились с обязательной домашней Гаваной. Впоследствии все они как и Гаванец были засыплены. Напротив Летнего Сада на противоположном берегу реки Фонтанки стоит двухэтажное здание с колоннами и балами. Дом номер 6. Здесь в 30-х годах 19-го века находилось училище правоведения, из стен которого вышли выдающиеся деятели русской культуры, композиторы Чайковский и Серов, художественный критик Старсов и его брат известный юрист Старсов. Училище было закрытым и перворазрядным заведением, куда принимали только потомственных дворян. известная скульптура Чижик-Пыжик связана со студентами именно этого учебного заведения. В 1917 году в этом доме проходили заседания чрезвычайного Всероссийского съезда Советов Крестьянских Депутатов. Мы идем по реке Фонтанки. Сейчас она течет по самому центру Петербурга, но в XVIII веке по ней проходила одна из границ города. Река вытекает из Невы и впадает в нее обратно. Такие протоки раньше называли Ерик. Вот и за Фонтанкой сначала закрепилось имя безымянного Ерика. Своё нынешнее название она получила благодаря фонтанам летнего сада. Воду для них выдавали по особым трубам, перекинутым через реку из канала неподалеку, а позже прямо из безымянного Ерика. Поэтому в народе речку вскоре прозвали Фонтанной. Длинное строгое изстание слева, обращенное главным фасадом на Фонтанку, было сооружено в конце XVIII века вместо соляного городка, складов соли и вина. Спустя век по проекту архитектора Людвига Фонтана здание было перестроено для знаменитой всероссийской промышленной выставки. Тогда же оно получило богатое декоративное оформление, которым мы наслаждаемся и сейчас. Если бы мы смотрели не с воды, а из летнего сада, над зданием был бы хорошо виден большой стеклянный купол музея декоративно-прикладного искусства, рядом с которым находится здание Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии. В советские годы учебное заведение носило имя Вера Мухиной, известно в русском скульпе, и было прозвано Морхом. На здании соляного городка размещен и один из самых интересных исторических музеев Петербурга, музей обороны и блокады Ленинград. Там можно узнать об истории этого непростого периода жизни города в годы Второй мировой войны. Типовые дома для жителей разного достатка разрабатывали императорские архитекторы. Сначала этим занимался Жан-Батист Александр Леглон, а после Доминито Тезини. Последний разработал три типовых проекта домов для именитых для зажиточных и для подлых или простых людей. Эти три проекта долгое время пользовались большой популярностью. Желтый трехэтажный дом с колоннами и треугольным фронтоном по левую руку от нас принадлежал Александру Николаевичу Голицы. Он был министром народного просвещения и дружил с императорской семьей. В третьем этаже дома снимали комнаты братья другие Александр и Николай. У них часто бывал великий русский поэт Александр Пушкин. Он читал свои стихи и принимал участие в разговорах и спорах, которые вели будущее декабризма. Здесь же были написаны первые строфы оды «Вольность», которую прогрессивная молодежь восприняла как призыв к революции. Хорошо видный из окон особняка Михайловский замок был описан в этом произведении как грозно спящий средь тумана пустынный памятник тиран. В особняке Голицына заседал один из первых литературных кружков Петербурга – Арзамас, который фактически воспитал молодого Кушкина и его друзей Жуковского и Вяземского. Недалеко от Михайловского замка на правом берегу Фонтанки стоит здание, где особенно любят бывать дети. Это Петербургский цирк – первое в России каменное здание, построенное с учетом цирковой специфики. Инициатива постройки цирка принадлежала итальянскому артисту, наезднику и дрессировщику Гаэтана Ченезе. Здание считалось одним из красивейших цирковых зданий в Европе. Оно поражало современников совершенством пропорций и изяществом украшения. Не менее наряден был цирк и внутри. Ниже по течению фонтанки на левом берегу за чугунной оградой с золоченными деталями стоит невысокая длинная сверхжелтая здания. Это дворец Шереметилов. Так называемый фонтанный дом. На фронтоне и на воротах чугунной ограды изображен герб этого известного дворянского рода. Фонтанный дом был тесно связан с развитием русской культуры. Уже в конце 18 века дворец стал центром театральной и музыкальной жизни Петербурга. В столице был хорошо известен великолепный театр, труппа которого состояла из крепостных Шереметилов. Крепостные театры стояли у истоков российского театрального искусства. Создавались они по желанию помещика и принадлежавшие ему актеры не имели никаких прав. Могли быть проданы или наказаны, хоть и обучались у специальных преподавателей и были вместе. После экспроприации в одной из квартир дворцового флигеля долгое время жила Анна Ахматова. Здесь в честь столетия Баетессы открылся ее музей. Именно Ахматова в своих стихах дала дворцу Шереметьевых второе название «Фонтанный дом». Рядом с дворцом Шереметьевых вы видите длинное желтое трехэтажное здание, центральная часть которого выделена восьмиколонным портиком. Оно построено в начале девятнадцатого века по проекту Джакома Кваренги в характерных формах старого классицизма для Екатерининского института благородных девиц. В наши дни здание принадлежит российской национальной библиотике. Институты в Петербурге появились благодаря посвященной монархии Екатерины Великой. Императрица общавшаяся с выдающимися философами восемнадцатого века проводила активную образовательную политику. Благодаря ей появились частные типографии, учреждения начального образования для всех сословий и первые женские учебные заведения страны. философии. В облике этого отрезка фонтанки главную роль играл берег справа от нас с двумя дворцами длинным желтым итальянским и шереметьевским заградой. Поэтому застройка другого берега носила фоновый характер и здания слева были призваны подчеркнуть красоту домов напротив. на пересечении итальянской улицы и набережной реки фонтанки прямо над широким спуском к воде был построен двухэтажный дворец князей Нарышкина называемый сегодня Шуваловским. Здесь был огромный бальный зал одно из популярнейших мест в Петербурге. Сейчас здесь находится музей Фаберже. За стенами этого дома коллекция уникальных пасхальных яиц которые делались ежегодно для русского императора и стали эмблемой роскоши и богатства во всем мире. До основания Санкт-Петербурга русские города застраивались без генерального плана. Постройки возникали по мере необходимости. Улицы при такой застройке часто изгибались отклонялись от прямой линии. Но особое значение для основателя Санкт-Петербурга Петра Первого имела регулярная застройка. Районы которые по каким-либо причинам были изначально застроены хаотично переделывали дома сносили и размечали на их месте прямые улицы. Жители часто переселяли с одного места на другое. Неприкосновенными были только те кто строил каменные дома. Однако в первые годы людей которые могли себе это позволить было очень мало. Петровский Петербург выглядел совершенно иначе чем мы видим сейчас. Государь изначально хотел отстроить город в камни. Однако из-за нехватки материалов и лизинности строительства таких домов в первые годы жизни города здесь все же много было деревянных построек. Деревянными были и тротуары. поэтому особую тревогу властей вызывала пожарная безопасность так как пожары провоцировали память. Петр Первый привез из Голландии пожарные трубы и сам занялся вопросами тушения. Царь был большим знаком пожарного дела и часто сам принимал участие в ликвидации возгораний. В Санкт-Петербурге на протяжении всей его истории существовало множество специальных указов регламентировавших жизнь горожан. Так до середины 19 века на улицах Петербурга строго запрещалось курить. Этот указ спас много жизней из-за неаккуратного обращения с огнем до его появления часто случались возгорания. По этой же причине в Петербурге были запрещены частные бани для мытья специально строили общественные. В современном Петербурге нумерация домов ведется как обычно по улице. Полезно запомнить, что если улица расположена перпендикулярно Невер, то номера домов на ней начинаются от реки. Первоначально в адресах домов Санкт-Петербурга не использовалась нумерация. Для обозначения нужного дома пользовались близлежащими ориентирами, мостами, рынками, церквями, домами известных людей. Поэтому почтовые адреса были довольно длинными. Позже дома пронумеровали, но в каждом районе они начинались с единиц. Таким образом, на одной улице могли оказаться три дома с одинаковым номером, просто потому, что улица эта проходила через три разных района. Петр Первый, вообще недолго думая, приказал пронумеровать все дома подряд, с первого и до последнего. Так появились дома с трех и даже четырех значными номерами. Вот наша экскурсия и подходит к концу. Желаем вам отличного настроения, хорошей погоды и удивительных открытий в нашем любимом городе Санкт-Петербурге. Друзья, надеюсь, вам понравилась эта прогулка. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канале. Санкт-Петербурге. 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 Санкт-Петербурге.